Здравствуйте! Приветствую вас на своем видео канале! Сегодня решил написать видео на тему Что делать, если обливание холодной водой по утрам? Либо разные виды моржевания. От купания в открытых водоемах с прохладной водой поздней осенью, либо ранней весной, до купания в проруби зимой не смогли в должной мере укрепить ваш иммунитет. И у вас на этом фоне появились явления простуды, либо ОРЗ, явление гриппа, трахеид, трахеобронхит, бронхит, пневмония. Иными словами заболевания органов дыхания, которые через насморк, кашель, боль в горле показывают, что иммунитет у вас снизился. И в вашем организме хозяйничают потогенные микроорганизмы, либо вирусы. В каждом конкретном случае нужно совершать разные действия. Хотя есть общие моменты, на которых я хочу остановиться в этом видео. И одно дело, если вы систематически занимаетесь этими закаливающими процедурами, и выбрали свой диапазон температур. Иными словами, вы знаете, как перед охлаждающей процедурой правильно согреть свой организм. И проведя 2-3 цикла согревания и охлаждения, вы реально тренируете не только свою иммунную систему, но и очень важно сердечно-сосудистую систему. Которой правильнее управляет теперь вегетативная нервная система. В этом случае ваш уровень здоровья только укрепляется. Если же вы неправильно выбрали размах температур, которыми обрабатывается кожа. И регулируются обменные процессы в вашем организме. Либо решили спонтанно. Вот сегодня вы герой. Вы можете нырнуть в прорубь, покупаться зимой. Показать, насколько вы молоды и здоровы. Анасморк, кашель, боль в горле. Другие признаки могут показать, что вы немножко переоценили свои возможности. И вместо повышения иммунитета снизили его. Вместо закаливающей процедуры создали серьезную проблему для своего здоровья. Смотрите это видео дальше. Я вам расскажу общие моменты, которые могли привести вас к таким неблагоприятным последствиям. Учитывая которые, вы можете закаляться без риска для своего здоровья. И что очень важно для жизни. Чтобы получить максимальный оздоравливающий и закаливающий эффект индивидуально для вашего организма. Вы должны вначале выбрать способ, как создать запас тепла в своем организме. А потом какими холодовыми процедурами это тепло отнять. И один такой цикл кое-что дает, но мало. Для хорошего закаливающего эффекта нужно пройти как минимум два. А оптимально три цикла согревания и охлаждения. И если вы правильно подобрали все элементы, у вас на выходе высокая работоспособность, хороший тонус. И вы готовы вновь повторить эту процедуру со временем. А выберите вы для закаливания своего организма контрастный душ. Либо троекратное посещение парной в бане либо в сауне с последующим охлаждением. Либо обливание холодной водой по утрам. Между тремя бедрами воды у вас физическая нагрузка для того, чтобы создать запас тепла в организме. Либо опять-таки та же баня сауна. Либо вы выбрали купание осенью либо весной. Либо купание в проруби. Вопрос один. Правильно подобранные процедуры равно хорошая работоспособность после троекратного повторения. Если на каком-то этапе у вас возникает усталость, слабость, процедуры не дают вам тонус. Возвращайтесь на предыдущий. Скорее всего вы переоценили возможности своего организма. И чем это может закончиться? Вы узнаете прямо сейчас. Если вы ведете малоактивный образ жизни и решили проигнорировать систему последовательного закаливания своего организма. Иными словами, тот путь, который проходит каждый занимающийся профессионально моржеванием человек. И путь проверенный тысячами, десятками, возможно и сотнями тысяч моржей. А именно. Контрастный душ. Обливание холодной водой по утрам. Купание осенью и купание весной. И как венец закаливания организма и моржевания купание зимой в проруби. Имеете прекрасный шанс скрытую патологию сердечно-сосудистой системы, реальные возможности которых вы не знаете, превратить в явную. Если у вас были начальные проявления атеростероза сосудов. Они сегодня стартуют у мужчин с возраста 20-25 лет. А у женщин с 35-летнего возраста у женщин есть дополнительный бонус в этом вопросе. Но! Как вы понимаете, люди далеко не преклонного по паспорту возрасту. Биологический возраст у них иной. Паспортный. Позволяет вроде как относиться к стрессам достаточно прохладно. Но! На каждом этапе. Начиная от контрастного душа. Здесь минимально. И заканчивая купанием в проруби зимой. Увеличивается вязкость крови. Как ответная реакция вашего организма на холодовый стресс. А компоненты этого процесса в крови увеличивается. Повышается уровень сахара. Повышается уровень холестерина. И активность свертывающей системы крови. Это как минимум. В результате такой внезапно возросшей нагрузки на сердечную мышцу. Может даже при начальных проявлениях атерослероза сосудов. Которые клинически не видны. Без специфических исследований. Может появиться синдром обкрадывания. Кто еще помнит физику. Принцип работы водоструйного насоса в данном случае работает прекрасно. Резкое увеличение потока крови может вызвать не приток крови по измененному атерослерозом сосуду к мышце сердца работающей. А отток. И как минимум с прединфарктным состоянием человек может оказаться в отделении кардиологии. Если не самым сильным оказался сосудистый тонус. Его регуляция. То есть иными словами. Когда-то вы помните были холодные ручки. Холодные ножки. Это ВСД. Были головные боли. Чаще ставим НСД. В любом случае регуляция сосудистого тонуса у вас работает не лучшим образом. И пока вы находитесь в относительно комфортных условиях. Вашей регуляции хватает обеспечить вам плюс-минус неплохой образ жизни. Хотя возможно есть метеочувствительность. Метеозависимость. Если же вы создаете такую стрессовую ситуацию. Вы можете спровоцировать либо гипертонический криз. Либо гипотонический криз. Чаще гипертонический криз. Очередной либо первый в жизни. Но и с ним вы можете оказаться на приеме у кардиолога. Если же регуляция ритма сердца оказалась не самой устойчивой. Вы можете с любым видом аритмии. Чаще экстрасистолической. Оказаться в той же кардиологии. Если ваша кровь исходно была уже готовой к этому. И у вас были измененные сосуды ног. Неважно там будет варикозное расширение вен. Либо облитерирующий эндвертерит. Либо отраслероз сосудов нижней конечности. Увеличение активности твердого системы крови. Может создать вам еще один неприятный сюрприз. Который может быстро закончиться. Уже вне зависимости от того. Оказывается вам медицинская помощь. Либо нет. Если же вы не думали о том. Как поддерживать свою иммунную систему правильно. У вас могут возникнуть те осложнения. С которых я начал это видео. И почему это может возникнуть. Вы узнаете прямо сейчас. Если вы не знали. Что такое правильное питание. Для активной работы вашего организма. И особенно эффективной работы вашей иммунной системы. А номер один. Для работы иммунной системы. Это разнообразные белки. Разные продукты содержащие белки. Попадая в пищеварительную систему. Должны полноценно перевариться. Без явлений пищевой аллергии. Либо вздутия живота. Образовавшиеся в кишечнике аминокислоты. Уже в печени. Должны преобразоваться в нужные для вашего организма. И особенно для иммунной системы белки. То холодовый стресс. Временно подавляя активность иммунной системы. Тестируют эти ваши знания на практике. И минимально снижается активность иммунной системы. На уровне контрастный душ. Максимально на уровне купания зимой в проруби. В ближайших 3-4 часа ваша иммунная система работает на минимуме. Далее. Если она способна ответить правильно на раздражитель. В течение 3-4 суток она выходит на максимум работы. Причем более интенсивно. Чем это было исходно перед контрастным душем. Либо перед купанием в проруби. И здесь несомненный плюс. Активность иммунной системы выше исходного уровня. Сохраняется примерно неделю. Поэтому жесткие холодовые воздействия. Могут быть. Могут применяться с частотой от 1 раз в 3-4 дня. До 1 раза в неделю. Но. Если вы правильно кормите свою иммунную систему. И знаете как в это время правильно дышать. Если вы не знаете как правильно дышать. У вас может появиться кашель. Боль в горле. Иными словами. Появился ларингит. Трахеобронхит. Трахеид. Бронхит. Пневмония. Танзилит. Это не самые лучшие варианты остановки инфекции. Которые всегда присутствуют во вдыхаемом воздухе. Вы не дышите стерильным воздухом. Там всегда есть бактерии. Вирусы. Которые готовы легко и просто размножаться в вашем организме. Если вы их не остановили вовремя. И в нужном месте. Вовремя. Если у вас после стрессового воздействия. Появился насморк. Значит вы знали как правильно дышать. Если этот насморк кратковременный. То есть несколько часов. Ваша иммунная система адекватно справилась с той нагрузкой. Которую вы ей предоставили. Если же насморк затянулся. Дышали вы возможно правильно. Или воздух был более менее чист. Но ваша иммунная система оказалась недостаточно сильной. Правильная реакция иммунной системы. Это и повышение температуры выше 38 градусов. Это говорит о ее активной борьбе с патогенами. Если же температура поднялась до 38 градусов. Да. Иммунная система показывает. Проблема есть. Но самостоятельно справиться она с ней не может. Селенок ей в этом случае не хватает. Что же делать? Как правильно питаться в этих случаях? В видео где я рассказываю более 40 минут. Не буду здесь дублировать эту информацию. Но берите в поисковике. Консультация врача диетолога. И вы попадете на мое видео. Где я 40 минут рассказываю об основах правильного питания. Для людей практически здоровых. Если вам нужно знать как быстро вылечить насморк, кашель, боль в горле. Такие видео также есть на моем канале. Вы их можете посмотреть для каждого из вас. У кого-то возник кашель. У кого-то появился насморк. У кого-то болит горло. У кого-то несколько комбинаций. Несколько проявлений одновременно. В каждом случае нужна специфическая помощь. И такие видео на моем канале вы можете найти. Вот только на этом канале еще нет серии видео. Как правильно дышать. Но наберите в поисковике школа доктора Скачко первый сезон. И вы найдете мой другой канал. И где я последовательно даю информацию. Как правильно дышать. Как правильно вести тот самый здоровый образ жизни. Либо изменить ваш образ жизни. Чтобы он стал более здоровым. Тот канал более обучающий. Этот более практичный. Появилась проблема. Набрали в поисковике. И нашли решение. Как из проблемы выйти с минимальными потерями для вашего здоровья. А лучше с максимальным уровнем здоровья. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. И пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео. Не забудьте поставить лайк. Чтобы вам проще было находить видео на моих каналах. Не забудьте на них подписаться. И тогда все новости канала вы будете знать одним из первых. До новых встреч на моих каналах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова